здравствуйте друзья мы с вами посмотрим сегодня матч с Денисом игроком теннисного чата и в конце даже почитаем статистику я прокомментирую фрагменты сейчас прекрасный мой прием здесь идет длинный розыгрыш Денис в атаке я как-нибудь убиваюсь феврялкой режу и отлично прибывает слева конечно же я не включал нарезки розыгрышей с ошибками а их было достаточно много и потом просто убедитесь что не просто а очень много но было и много очень красивых розыгрышей в частности вот этот великолепнейшего коробка и потом осталось только положить мяч в пустой корот коробки я использую достаточно часто здесь просто чистый длинный справа мяч попал отлично туда был вкручен здесь Денис прекрасно прибывает в свободную часть корта я его то есть прессовательно посмотрите как он слева прекрасно скоординировался и ответил очень цепкий игрок вот здесь ошибаюсь в итоге очень стабильно совершает минимальное количество ошибок в отличие от меня пробить его в оборону достаточно непросто с учетом того что я еще и совершенно не выхожу к сетке не играю с лёта играю только на задней линии хотя нужно нужно осваивать и только ремонтёжить без этого с таким как Денис сложно пытался утратить но не попал есть есть еще куда мне расти естественно сейчас мало посмотрите посмотрите как он здорово построился и прекрасно сегодня сыграли с ним три сета сейчас мы смотрим фрагменты первого мы не менялись сторонами вот единственный мой по-моему выигрыш слева один из единственных за весь матч а ну еще после у короток парочка была вот здесь великолепный у коротка здесь он даже и близко не успел просто не было у него ни единого шанса а здесь вот единственный драйвулей выигранный за всю встречу я даже не стал их считать потому что он единственный и был и с моей стороны и с его здесь у короткость приема здесь вот такая вот грубая ошибка и этот фрагмент вам показал чтобы вы увидели какие иногда были ошибки а здесь уже Денис видите внизу значит уже мы смотрим фрагменты второго сета первый я проиграл и 6 хотя шансы сделать 5-5 и на 30-15 но потом на два раза грубольше всего это опять прекрасно на коротком втором сете здесь отличный прием для них не успевает недостаточно здесь а здесь вот-все снова короткий а нет нет нормально все ударил ваут кридор Я его удачно прессанул, пробил справа, а здесь, насколько он попал. Это его Винос, у Виноса было очень мало слоны, брал он совсем другим. Я пытаюсь его прессовать, нет, тут чтобы подойти как следует добить. Ударил я достаточно коряво, но всё-таки не вернулся. Здесь просто без шансов, опять-таки, короткость даже особо не делается. Посмотрите, как обратительно я сыграл слева, как умею. Здесь вот пустой, попал легко. Здесь уже Денис попал. Здесь не коротко, но здесь я уже доверю. Забиваюсь и, насколько помню, разрушает тело, играю. Да, прекрасно я всё там разыграл. Это не чистый виннерспортный короткий, но... Один угол в другой, но всё, он тянет. Ну, потому что нужно сделать шаг вперёд, ударить, слёта добить. А я всё стою и стою на заднем. И вот в итоге, в итоге, вот прекрасно, прекрасно опять сыграно в очередной раз. Ну, ошибок было тоже немало, понятное дело. Сюда не включали. Зачем нам смотреть на ошибки? Типа, атакующий удар слева. Ну, не виннерс, так как он коснулся. Ну, значит, подача снизу. Ну, розыгрыш, по-моему, я проиграю. Да, это я вам свою эмоциональную реакцию показал. Второй сайт я проиграл 2-6. Прекрасно сейчас Денис слева играет, хотя повёл сначала 1-0 даже с брейтом. Ну, очень долго я бегу, и уже тут смысла от того, что я вернул, уже не было. А здесь опять всё просто идеально. Роджа Федорович просто бы поаплодил. А здесь сейчас его просто отвратительно. Корт пустой. Как можно было не попасть, просто можно дивы даваться. Ну, вот, типа выигрыш слева. Ну, конечно, ничего деваться некуда было. Тут уж как можно было не попасть. Забил свою ковырялку. А здесь вот стою сплю. И второй сайт проигрывается 2-6. Это фрагменты третьего. Сразу забегая вперёд скажу, что я летел в него вообще 0-4. В итоге смог сделать ещё 4-5. Играв 2 подачи на матч. Ну, конечно, как там встил свою подачу. Ну, по-моему, я совсем не по зону учётам проиграл. Всё уж 4-6. Здесь я, наверное, воронался до конца опорно и в итоге ошибся. Играв 2-10. В этом розыгрыше ничего хорошего меня не ждало. Спокойно он. Что его мяч направил. Играв 2-10. Играв 2-10. Играв 3-10. Здесь просто опять маэстро утворит холеса. Сразу не забил, но повторный удар мяч направляется в корд. Атака сразу же, не дается нормально, по второй попытке. Вот это великолепнейший прием в стиле Дель Потро, сразу же на вызов. Еще один прием, и вставляется гнильца всей этой исполинской мощью. Вот здесь, здесь все, до логического конца не было доведено, но в итоге я ошибся, резак вперед, а это мяч, насколько помню, попало. Парыш по хороших приемах мы с вами посмотрели. Идеально. Ну, это просто кудесник мяча, просто нужно аплодировать 100 е, что ли. А здесь, кстати, мяч попал. Я переспоксил, а он подтвердил, что мяч попал, да. Такой вот феичный прием. Что здесь, а здесь спокойно. Не стал я уже делать ее коротко. Ну и теперь я на несколько минут стану Андреем Еремкиным, который любит считать статистические показатели. Я не считаю ни первую подачу, ни вторую. Свои у меня тут подсчеты. Наиболее важные для меня, во-первых, выигранные удары справа. Именно чисто выигранные, после которых соперник не дотронулся до мяча. Отдельно по сетам я считал, видите. 5, 2, 4, 11. Всего ударов справа выиграно. У Дениса 8 за 3 сета. Зато смотрите, сколько ошибок справа. Это просто караул. 47 ошибок. Мне было интересно посчитать, сколько же раз я ошибался. Оказалось, вот столько. Денис всего лишь 8 раз ошибся. Удара слева я их делал мало, поэтому тут и относительно мало. 3 раза выиграл. Если это можно было назвать чистым выигрышем вообще. Вот эта вот корявость. И 15 раз пробил не точно. Да, так что не так уж и мало оказалось. Что касается Дениса, то здесь у него тоже 14 ударов не точных. Слева 3 выигрыша. Зато я достаточно много выиграл у коротками. 9. Но и 13 раз ошибся. Денис, видите, у коротки практически не использовал. Только 2. И что же мы имеем? 23 винерса у меня. И 75 собственных невынужденных ошибок всего. Это и удары справа, и удары слева, и удары у коротками. Это, конечно, тихий ужас, друзья. Но, тем не менее, даже с таким количеством ошибок, играя в режиме Соболенки, я смог проиграть не 0-6, 0-6, 0-6, а 4-6, 2-6, 4-6. Так что, если это количество ошибок ликвидировать, то, сами понимаете, насколько счет сразу поменяется. У Дениса было 13 винерсов всего лишь и 22 ошибки. Сравните с моими показателями. Ну что ж, мне было интересно это все посчитать. В любом случае, это заняло очень много времени, поэтому больше заниматься этим, конечно же, не буду. А вам спасибо за внимание. Пока.